здравствуйте мои подписчики и гости канала это видео по теме охлаждение и осветление сусла в этом видео поговорим про охлаждение сусла и про оборудование на котором это осуществляется на практике сусла охлаждают и взвеси отделяют из него различными способами наиболее распространенным является способ охлаждения сусла на отстойных холодильных тарелках где одновременно отделяют и взвеси с последующим дополнительным охлаждением сусла на нарастительных холодильниках мутные сусла фильтруют в фильтр прессах раньше сусла охлаждали также в коробчатых холодильниках в которых проходили пучки медных трубок небольшого диаметра окруженных ледом взвеси отделяли на мешочных фильтрах из линяной ткани теперь такие устройства не применяются отстойно холодильные тарелки заменяют холодильными и отстойными чанами а оросительные холодильники батарейными или пластинчатыми холодильниками сусла охлаждают и отделяют взвеси за счет того что горячее сусло сначала перекачивают в отстойный чан или другой сборник а затем центрифугируют или фильтруют на диатомитовом фильтре сусла охлаждают при таком способе исключительно на высоко производительных пластинчатых холодильниках центрифугирование сусла комбинируется с фильтрацией по-разному в зависимости от того какую часть взвеси надо устранить на данной стадии горячее или охлажденное сусло отстойные чаны с охлаждением отстойные чаны с охлаждением конструировали с целью экономии занимаемой площади и исключение или хотя бы уменьшение опасности инфекции в чане сусло находится толстым слоем так что его вентилирование и осаждение взвеси происходит при иных условиях чем на холодильной тарелке поэтому возникли от конструкций с помощью которых подыскивались наиболее подходящие условия для охлаждения сусла и осаждения взвесей выбиралась разная высота слоя сусла от 90 до 220 сантиметров и разные способы вентилирования и охлаждения сусла в чанах или только предварительно охлаждалась или охлаждалась вплоть до температуры сбраживания с помощью охлаждающего змеевика или других холодильников современные обычные отстойные чаны с охлаждением это простые железные цилиндрические закрытые резервуары внутри которых имеется медный охлаждающий змеевик сусла в них предварительно охлаждается только артезианской или водопроводной водой которая отводится нагреты и используется для других целей на экране вы видите схему холодильного чана чан имеет общий объем 160 гектолитров и рассчитан на предварительное охлаждение 130 гектолитров сусла от 98 до 50 60 градусов цельсия чан охлаждается артезианской водой медный охлаждающий змеевик чана имеет охлаждающую площадь 21 квадратный метр слой сусла имеет высоту 135 сантиметров сусла охлаждается в антисептических условиях при пуске горячего сусла все устройство стерилизуется после вентилирования профильтрованным воздухом чан может быть закрыт герметически и охлажденное сусло находится при умеренном избыточном давлении воздуха чан снабжен мешалкой которая приводится в действие после охлаждения сусла до 60 градусов цельсия при медленном движении сусла поднимается грубая взвесь которая после остановки мешалки через 10-20 минут снова осаждается при повторном осаждении оседает и часть тонкой взвеси в результате общая доля полученных горьких веществ приближается к количеству получаемому на холодильной тарелке сусло стягивается сверху по плавковым устройством преимуществом этого устройства является то что с одной стороны стягивается часть которая практически уже не имеет взвесей а с другой поверхностный слой обменивается так что могут вентилироваться следующей части сусла дно устройства имеет уклон к центру для более легкого выпуска мутного сусла при непрерывном производстве в варочных цехах холодильный чан после спуска сусла только споласкивается сильной струей воды очищается он один раз в неделю испарение в холодильных чанах незначительная и поэтому концентрация сусла почти не повышается по сравнению с варочным отделением отстойные чаны с охлаждением сусла вне чана используется при производстве пива по методу натана в этой схеме закрытый чан выше обычного чана и в нем горизонтально размещены круглые пластины на расстоянии 30 сантиметров один от другого которые образуют отстойную площадь приблизительно соответствующую площади тарелки при перекачке горячего сусла в чан все устройство стерилизуется сусла отводится для охлаждения по плавковым устройством сверху и охлажденное вновь подается в чан снизу оно охлаждается или на оросительном холодильнике в антисептических условиях или в пластинчатом холодильнике при охлаждении сусла вентилируется стерильным воздухом холодное сусло остается внизу чана более теплая его часть поднимается к поверхности поэтому оно охлаждается до тех пор пока все содержимое чана не охладиться до температуры сбраживания после охлаждения круглые пластины наклоняются под углом и взвеси медленно падает на дно спустя час-полтора взвеси осаждаются в достаточной степени и можно спускать сусла сусла в чане находится при умеренном избыточном давлении вытесняется стерильным воздухом и поэтому остается стерильным отстойные чаны без охлаждения если сусла центрируется или фильтруется через диатомитовый порошок то используются простейшие отстойные чаны в которых осаждается часть грубых взвесей остатков хмеля и так далее конструкционные эти чаны аналогичны отстойным чанам с охлаждением но не имеют внутри системы охлаждения сусла поступает в них как правило попадая сначала на тарелкообразную пластину для разбрызгивания и вентилирования часто она вентилируется сжатым воздухом дно чана имеет уклон к центру чтобы осажденные взвеси легко удалялись сусла обычно стягивается сверху как в отстойных чанах с охлаждением под сводчатой крышкой с вытяжной трубой имеется устройство для подачи воды для промывки чана после спуска сусла и взвесей чан при непрерывном производстве споласкивается водой и очищается только один раз в неделю если сусла центрифугируется горячим для временного его хранения достаточно простого крытого сборника размещаемого как правило в варочном отделении непосредственно рядом с центрифугами вы посмотрели видео посвященное охлаждению и осветлению сусла я благодарю вас за внимание подпишитесь на канал поставьте колокольчик уведомления все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео поставьте лайк напишите комментарий с вопросом если вам что-то непонятно если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч